2020 год – особый год для нашей страны. Он объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вашему вниманию обзор книг выдающегося поэта, прозаика, драматурга и журналиста Константина Симонова. 28 ноября ему исполнилось бы 105 лет со дня рождения. Константин Симонов был человеком своей эпохи, времени, в котором жил и о котором рассказывал. Его лирическая поэзия, проза и драматургия заняли особое место в литературе XX века. Главной темой его творчества была война. Военный корреспондент Симонов прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дней и первым рассказал неудобную правду о самых страшных днях войны. Трилогия «Живые и мертвые» одно из самых известных произведений о войне состоит из трех романов «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Последнее лето». Свою лучшую и главную книгу Симонов писал с 1959 по 1970 год. Все книги трилогии описывают различные периоды войны, характер у людей в различных ситуациях. Между тем, все три романа объединены одной идеей – судьбами людей на войне. Целостность трилогии придает описание войны через жизнь трех главных героев произведения Камбрига Федора Серпилина, военного корреспондента Ивана Сенцова, военного врача Татьяны Овсянниковой. В первой части трилогии мы видим героев в кровавой сумятице первых недель войны, почерневших от горя, но не отчаявшихся, отступавших на восток под натиском врага. Они продолжали сражаться и тогда, когда по всем правилам военной науки сопротивление уже считалось бессмысленным, они дрались в окружении без приказа, лишенное связи со своими. Во второй части «Солдатами не рождаются» мы видим героев во время Сталинградской битвы, которая разыгралась на берегу Волги и стала кульминацией Великой Отечественной войны. Битвы, закончившиеся окружением, разгромом и пленением 300-тысячной армии Паулюса, безуспешно штурмовавшего Сталинград. Битвы, которая стала не только символом несгибаемости, мужества, но и ознаменовавшая собой долгожданный перелом в ходе Второй мировой войны. В завершающем трилогию романе «Последнее лето» мы встречаемся с героями живых и мертвых уже в Белоруссии в 1944 году во время подготовки и проведения операции «Багратион». Это была одна из самых крупных операций, последствия которой определили дальнейший ход войны. В своих воспоминаниях маршал Рокоссовский так характеризовал поставленные перед войсками задачи ликвидировать выступления противника в районе Витебска, Бобруйска, Минска, разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр», освободить Белоруссию, далее начать освобождение Польши и перенести военные действия на территорию фашистской Германии. В трилогии Константина Симонова практически нет описания боев, сражений, но введя в повествование новых действующих лиц, автор смог донести до нас, читателей, всю панораму Великой войны. В центре сюжета повести «Дни и ночи» находится командир батальона капитан Сабуров. Его почти полнокровную дивизию в первых числах сентября 1942 года переправляют в Сталинград и бросают в уличные бои. Два с половиной месяца дивизия Сабурова сражается за три сталинградских дома. Эта борьба длится на протяжении всего романа. Нет в романе и чрезмерно показушного героизма. Солдаты просто не особо задумываясь выполняют тяжелую и опасную работу. Большинство из них будет убито или ранено, но страха смерти в книге почти нет. Да, персонажи частенько роняют слова вроде страшно, но на деле никак не проявляют этого чувства. Надо идти в атаку, идут. Нужны добровольцы, находятся. А чуть пообстрелявшись, по обжившись в занятых домах уже начинают пренебрегать опасностью. Но лень ползти на брюхе 30 метров, лучше перемахнуть полный рост одним броском. Авось не заденет. Последняя пара глав романа посвящена уже событиям 19-20 ноября 1942 года, когда далеко от города в наступление перешли наши танковые дивизии. Симонов пытается описать чувства людей, услышавших вдруг далекий гул канонады, означающий начало перелома. Да, их еще 150 раз смогут успеть убить, даже не до победы над Германией вообще, а хотя бы до победы тут, на улицах. Но что с того? Главное, все это было не зря. Главное, победа вполне осязаемая. Главное, немцы скоро погонят назад. Сначала у него отобьют вон тот дом, потом квартал, улицу, весь город, а дальше и Россию. Главный герой произведения, капитан Сабуров, настоящий военный. Он четко знает свою задачу и выполняет ее, не думая о ней, как о высоком подвиге. Писатель даже называет его строго по уставу, капитан Сабуров. Особую силу этому произведению придает то, что писатель, создавая его во время войны, принципиально отказался от закрытого финала. Выхваченный им эпизод обороны города останется таким, каким его увидел в те дни и ночи капитан Сабуров. Есть и любовная линия в романе, и по-военному переживательно. В таких книгах никогда не знаешь, погибнут герои или выживут. Оттого содержание наполняется особым драматизмом. Линия эта показывает, что люди и в условиях Сталинграда не оскотинились, а живут, как и все. Роман Константина Симонова «Товарищи по оружию» написан в 1952 году. Это первый роман писателя из серии романов про войну. Он посвящен драматическим событиям, связанным с военным конфликтом на реке Халхингол в Монголии. Эта война продолжалась с мая по сентябрь 1939 года. Она была развязана Японией, когда императорская Квантунская армия, далеко на востоке в пустынном районе реки Халхингол, перешла манчужско-монгольскую границу и вторглась на территорию Монголии. В эти тревожные дни начинается действие романа «Товарищи по оружию». Красная армия пришла на помощь братской Монголии. Симонов в качестве военного корреспондента был непосредственным участником этих сражений. Вместе с монгольскими военными в кровопролитных боях участвовала многочисленная танковая группировка советских войск, а также пехотное соединение. Очень успешно советская армия действовала в воздушных боях с японцами. В романе показаны яркие образы советских летчиков-асов, таких как Козырев и Полынин. Судя по описаниям масштабных боевых действий и очень больших человеческих жертвах, как со стороны японской армии, так и со стороны советских и монгольских войск, совсем это был не малый региональный военный конфликт, а самая настоящая война. Именно на Халхинголе взошла полководческая звезда Георгия Константиновича Жукова, некоторые черты которого воплощены писателем в образе командующего. Этот роман надо читать перед романами «Живые и мертвые» и так называемая «Личная жизнь», потому что именно в этом романе происходит знакомство со многими героями Симонова. Это и ставший потом политруком Синцов и его жена Маша, и Надя с Артемьевым, брат Маши, и летчик Козырев, являющийся мужем Нади, и Климович, и Полынин, и Грицко, и корреспондент Лопатин. Действие рассказа «Третий адъютант» происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой рассказа – комиссар Корнев. Его убеждением было то, что в боях смелые реже погибают, чем трусы. Комиссары и любили, и боялись одновременно. Его манера и приучить солдата к бою была в том, чтобы вести его рядом с собой. Ни на шаг отставать от комиссара было нельзя. Однажды за неделю в его дивизии погибли сразу два адъютанта, прибывших накануне боя. Один из них, струсив, пополз назад и его убило выстрелами вражеского пулемета. После боя комиссар даже не посмотрел на убитого адъютанта. Второй же был тяжело ранен пулей на вылет. Он лежал в окопе и просил пить. Корнев приказал отнести его в санчасть, и двое солдат понесли раненого адъютанта, пригибаясь под пулями. Но комиссар знал, что они дойдут, ведь они не были трусами. Вечером комиссар сам пришел в санбат и спросил про адъютанта. Узнав, что тот умер от потери крови, комиссар сильно удивился и сказал, что врачи плохо работают. Фирорг долго смотрел вслед комиссару, и вдруг ему показалось, что они действительно работают плохо. На следующее утро комиссару дали третьего адъютанта, совсем молодого тоненького паренька, впервые оказавшегося на фронте. Адъютант шел рядом с комиссаром, а вокруг рвались мины. Но адъютанту казалось, что грузный комиссар неуязвим, и с ним было не страшно. Главная мысль рассказа заключается в том, что смелого человека боятся не только враги, но и смерть. Комиссар Корнев не раз это доказывал личным примером, участвуя в боевых действиях. Этот рассказ учит не быть трусом и в суровую военную пору храбро вставать на защиту родной страны. В книгу «Если дорог тебе твой дом» входят стихотворения и поэмы, написанные в разные годы, а также повесть «Дни и ночи». Репортажи с фронта Константина Симонова ждали в тылу, стихи читали на передовой между боями, записывали и переписывали у друзей. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Эти строчки стали самыми знаменитыми у женщин в тылу и у мужчин на всех фронтах Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры заучивали их наизусть и посылали в письмах женам и невестам. В истории русской поэзии трудно найти другое стихотворение, которое бы так отозвалось в сердцах миллионов людей. Оно было посвящено актрисе Валентине Серовой, в которую поэт был влюблен. «Народу всегда необходим яркий и положительный герой, особенно в судьбоносные периоды своей истории. С него, с этого положительного и сильного героя будут брать пример миллионы мальчишек. Ярким примером такого произведения является пьеса Константина Симонова «Парень из нашего города». Сергей Луконин по современным меркам настоящий супергерой. С этого смелого и мужественного офицера брали примеры пацаны того грозного времени. Ребятам нужна была нравственная опора, и они получили ее в лице Сергея. Наверное, о таком женихе мечтали и девушки. Он был живым человеком со своими сомнениями и ошибками, но ему хотелось подражать, хотелось быть таким, как он. А его слова «война никогда не бывает достаточно далеко от нас» сказаны как будто для сегодняшнего дня. Он прощал людям ошибки и даже трусость, и всегда давал шанс исправить человеку его слабость. В историю отечественной культуры пьеса «Парень из нашего города» вошла благодаря ставшему киноклассикой одноименному фильму, снятому еще во время войны, в 1942 году с Николаем Курчковым, органично воплотившим главную симоновскую идею о каждодневном негромком мужестве. Многие считают Константина Симонова лучшим летописцем Великой Отечественной, сумевшим отразить всю суровую правду этих страшных лет. Тем ценнее представляется стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», написанное в первые месяцы войны, когда советские войска были вынуждены беспорядочно отступать перед непреодолимой силой фашистской армии. Центральный символ стихотворения – бескрайние русские дороги, которые тянулись под ногами измученных войск. Симонова поражало, что остающиеся в оккупации советские жители, старики, женщины и дети не чувствовали к тем, кто оставляет их на произвол врага, никакой злобы. Они стремились всячески поддержать солдат и вселить в них уверенность о неизбежной победе. В тех условиях это казалось невероятным. Ему придавала силу несгибаемая воля простых деревенских жителей, сохранивших в душе воинские заветы Великой Руси. Писатель с изумлением замечает, что в атеистической стране в дни смертельной угрозы вновь просыпается религиозная вера, остающаяся единственным источником спасения. Женщины провожают отступающих солдат с напутствием. «Господь вас спаси!» Они жалеют не себя, а тех, кому еще не раз предстоит заглянуть в глаза смерти. Центральным рефреном стихотворения является фраза «Мы вас подождем», произнесенная старухой и многократно повторенная всей родной природой. Эта фраза болью отзывается в груди каждого солдата, оставившегося за собой свой родной дом и близких ему людей. Она не позволит никому сложить руки, пока враг не будет разбит иизмом из пределов отчизна. Симонов завершает стихотворение горячим признанием в любви к своей родине. Поэт гордится тем, что ему довелось доказать свою любовь. Его уже не страшит смерть, ведь умереть за свою страну – долг каждого человека. Симонов сознательно не употребляет распылывчатого понятия «советский». Он несколько раз подчеркивает свою принадлежность к русскому народу. Троекратное прощание по русскому обычаю – закономерный финал произведения. Особой болью проникнуто стихотворение первых месяцев войны. Одним из них является – майор привез мальчишку на лафете. В основе сюжета лежит история об эвакуированном из-под Брецкой крепости мальчике, которого доставил в тыл отец. Неизвестно, был ли реальный прототип этого ребенка. Хотя это совершенно неважно. Подобные истории случались каждый день на всем протяжении фронта. Мастерство Симонова позволяло ему изображать наиболее типичные ситуации, которые находили отклик в душе каждого солдата. За обычной историей скрывается искалеченное детство миллионов советских детей. Симонов не уточняет подробности эвакуации мальчика. Достаточно того, что первые десять дней войны обойдутся для него десятью годами на том и этом свете. Ребенок потерял мать. Самая страшная картина стихотворения — седой мальчишка с уснувшей игрушкой, привязанной для надежности к пушечному лафету. Стихотворение «Сын артиллериста» было написано Симоновым по специальному заданию командования с целью поднять боевой дух солдат. Но искреннему от природы поэту было не свойственно писать подчута диктовку даже во имя благородной цели. Поэтому в основу сюжета он положил реальный рассказ, услышанный от одного офицера. В стихотворении описана давняя дружба двух советских офицеров, Деев и Петров, сражавшихся бок о бок еще во времена Гражданской войны. У Петрова был единственный сын Ленька, выросший без матери. Дружба офицеров была настолько крепка, что Ленька считал Деева своим вторым отцом. Он проводил с ним очень много времени и в трудных ситуациях повторял свою любимую поговорку «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Стихотворение может показаться слишком пафосным, но не стоит забывать о тяжелых условиях, в которых оно было создано. В Великую Отечественную войну вызов огня на себя был распространенным явлением. Люди пренебрегались собственными жизнями ради общей победы, а родственные связи вообще не имели значения. По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Бессмертный гарнизон», «Нормандия и неман». «Живые и мертвые, 20 дней без войны». В 1975 году, обращаясь к народам Земли, он сказал, «Люди, которые хотят, чтобы Вторая мировая война действительно называлась в учебниках истории последней, должны, думая о мире, особенно хорошо помнить уроки войны». Константин Симонов скончался 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах Симонова был развеян над Буиническим полем под Могилевым. Симонов писал, «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, которым ни век не забыть, поле под Могилевым, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков». Именно об этом он писал в романе «Живые и мертвые», дневнике «Разные дни войны» и книге мемуаров «Сто суток войны». На Буиническом поле установлен мемориальный Симоновский камень. На огромном валуне, установленном на краю поля, выбита подпись писателя Константин Симонов и даты его жизни – 1915 по 1979. А с другой стороны на валуне установлена мемориальная доска с надписью. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах.